Именно благодаря Геннадию Аги проложен мост, соединяющий берега культуры чувашского народа с культурами других народов. Речь идет об уникальной книге антологии чувашской поэзии, которая была издана в Англии, Венгрии, Италии, Франции и Швеции. Произведения Аги переведены и изданы в 50 странах мира. С того берега мы получаем антологию тех стран. Сейчас очень мало переводят национальных языков, мало издают, к сожалению. Поэтому такие какие-то замкнутые литературы сами в себе существуют. Там чувашская, татарская, башкирская и так далее. Это не очень хорошо, я думаю. Потому что перевод как раз такой одно из средств. Мы не можем знать все языки, которые есть в нашей стране, предположим. Естественно, поэтому мы читаем в переводе многих авторов. Приветственным словом собравшимся обратилась Ольга Протасова. А также она рассказала о проекте победителя конкурса на грант главы чувашской республики. Мы впервые приняли участие в грантовой деятельности на уровне республики. И мы победили. И наш проект, который посвящается Геннадию Айги, которому в этом году исполнилось 80 лет жизни книги Дня Айги, был поддержан на уровне республики. Ольга Федотова, заведующая организационным методическим отделом, рассказала о прошедших Чебоксарах Дня Айги, о встрече с переводчиками и иллюстратором текста, а также о поездке на родину поэта в деревню Шаймурзина. В феврале 1991 года Геннадий Айги, будучи в Париже, некоторое время жил в одной семье, состоявшей из мамы Луизы и ее маленькой дочери Сильвии. На прощание Луизы протянула поэту новенькую записную книжку с изображением трав на обложке. В 2014 году вышел в свет книга «Мир Сильвии». Об истории создания и публикации этой книги поведала библиотекарь Екатерина Матвеева. Геннадий Николаевич превратил этот маленький блокнотик, скажем так, 32-страничный стихотворную книгу. Он заполнил его за 32 минуты, написав на каждой странице по одной строчке. Утреннее, что ты толкаешься? Подушки. Ирхимин, Диарментики, лежайте в тени. Так как книга переведена на 12 языков мира, сотрудники библиотеки решили дополнить презентацию чтением ее на нескольких языках. Наталья Мальчкова, Павел Андреев, Новости Ночь в Баксарском. «Цветы в могиле поэта» 12-го.